Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. Из Победилова кировчане чаще всего летают в Москву. На этом направлении было обслужено почти 95 тысяч пассажиров. Всего за 6 месяцев Кировский аэропорт обслужил почти 192 тысячи пассажиров. Это почти на 21% выше показателя первой половины прошлого года, отмечают в правительстве области. Рост пассажиропотока связан с увеличением количества выполняемых рейсов авиакомпании «Победа» в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В данный момент из Кировского аэропорта выполняются регулярные рейсы в Москву, Петербург, Сочи и Нарьянмар. Положительная динамика наблюдается и по другим показателям. Так, за первое полугодие выполнено 768 взлетно-посадочных операций. Это на 6 с небольшим процентом больше, чем за аналогичный период 2022 года. На развитие промпарка «Слободино» выделено дополнительно 250 миллионов рублей. На эти деньги планируют построить три производственных корпуса общей площадью 2700 квадратных метров, а также центр энергообеспечения. В ближайшее время планируется заключить соглашение с Министерством экономического развития России о получении безвозмездной субсидии. Сейчас активно ведется работа по разработке проектной документации, сообщили в областном правительстве. Промпарк, напомним, находится в деревне «Слободино» Юрьянского района. Он занимает площадь в 26 гектаров. Для резидентов промпарка действуют налоговые преференции. Объект создан как площадка для формирования условий развития малого и среднего бизнеса. В Кирове выросла стоимость аренды трехкомнатных квартир. По этому типу недвижимости эксперты портала «Мир квартир» фиксируют наибольший рост. Сейчас средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Кирове составляет 11 217 рублей. За первый квартал они подешевели почти на 6,5%. Двухкомнатные квартиры в среднем стоят почти 16 600 рублей в месяц. Это почти на 8% дешевле, чем в первом квартале. И, наконец, аренда трехкомнатной квартиры в среднем обойдется в 22,5 тысячи. Они, по сравнению с прошлым кварталом, подорожали на 15,5%. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин. Программа «Экономика».